здравствуйте еще раз уважаемые блогеры сегодня снова 9 февраля вот только кофточку успеваю менять чтобы ну хотя бы раз нашел красную здесь вот но вот меня просит прокомментировать по поводу того что запретили стороне гбдд останавливать пьяных судей и так далее я впервые об этом слышу это абсолютно бред и чушь понимаете вообще мы вот страна которая маразме может дойти до до не видно каких результатов значит не останавливать пьяного он угрожает нахождением так сказать за рулем своей окружающим угрожает вы понимаете у нас поймите правильно как вам сказать у нас страна великая страна да и своих и в горе и в радости и в плохих делах и в хороших и в созидании она во всем великая да русский мужик может так она может так гульнуть понимаете что и так далее во первых ну во первых давайте так что такое сотрудник проходительных органов особенно сотрудник кгб который должен выполнять контрольные функции в государстве это орган контрразведки это человек который должен проходить все стадии вот как я проходил армия школа кгб казарма строй от него запах должен идти казармы тогда вот у вас когда есть градация по социальным стратам по группам да вы понимаете кто перед вами стоит перед вами стоит сотрудник кгб сапоги бесполезно так это объяснять ровнее смирно упал отжался ну понятно все ясно но эти скис лихолетия она разрушила эту систему я бы например дал команду этим сотрудникам применять оружие в случае необходимости на поражение без разницы судья не судья я вообще против иммунитета какие на кого-либо какие-то дополнительные годы и так далее все должны равны перед законом быть это банальные вещи сегодня общество созревает к этому к тому что так сказать к этому надо подходить кстати что делают над обычным трудягой над чеком труда вот я вышел из нормальной неполной семьи да рабочей у меня я можно сказать сирота меня воспитала бабка с четырьмя классами образования у было два ордена трудового красного знамени то всю жизнь работала горбатила проходила в каком-то пальтошки стареньком ходить денег было я с 15 лет спору занимался и стипендией в европе боксировал получал деньги были она мне кстати у нее деньги были там на книжке 12 тысяч был на машину купил 18 лет но это все было заработано она работала это настройки очень хорошо заработал там 500 600 рублей помню большущие деньги когда был и ее кинули в 90-е годы всюду в тех трудях кинули таскать через через колено это все прошло через мою семью через меня прошло понимаете это же копейки я же знаю как это достается все было заработано там какой-то чинуша таскать до продал вагон спирта там или вагон запчастей то завода миллион положил ходит таскать его детишки там где-то в кгб там это да я это ненавижу искренне почему же я прошел все делал сам поэтому я бы например если был посредством ну сейчас некому сейчас все социальные группы раз как сказать разрушены социальных групп нет ничего нету непонятно кто перед тобой стоит понимать понятно понятно что понятно что понятно сапоги и все понятно там одна извилина ну так это все должно быть непонятно кто там кто засунул папа папа может жулик какой-то где-то там мама тоже где-то будет таскать подмахивать кому-то там это далее все разрушено чего сейчас толку объяснять давать ему какие-то дополнительные полномочия совершенно не надо но зато у вас замен у вас была нормальная система управления у вас была полиция вы входили в пятерку самых безопасных стран мира а сейчас просто издеваются над трудяками над человеком труда он посреди на заводах там это просто издевательство над ними натурально там поборы кругом бесправия кругом я вам посмотрел помнил как их гоняли там на выборы в одиннадцатом году бандиты там надняли там едино россиян дала по пять тысяч чтобы про не проголосовать чтобы за них деньги им заплатили дали пять тысяч не деньгами а беспроцентным кредитом то есть зарплаты отдашь то есть и тут наебали надули этих ребят понимаете их в работе ну это же не безобразие ну что же вы над ними издеваетесь понимаете издеваться надо над самыми сильными крепкими вот тогда он попробует так сказать а что над над слабыми издеваться наоборот помогать так сказать защищать это власть это жулики подонки ну как можно над людьми издеваться хорошего надо поэтому я вам хочу сказать что это безобразие если такой предприняли что нельзя остановить пьяных судей что что он пьяный я после я бы отдал команду открыл на поражение бы понимать если бы я всегда был такой бесшабашный если бы я рабочий был стоял и такой был я бы открыл огонь на поражение ну пока не убил бы но в ноги бы стал стрелять без всяких разговоров так сказать меня я так воспитывал я поставил строю и у нас так сказать не принято было так сказать что-то много говорить иногда да есть оружие если вы не подчинение выполняете мой приказ я буду стрелять ну не вправе не сразу у вас а в ноги по очереди дам положу лицом положу лицом в снег вызову дополнение наружники а потом там разбирайтесь со мной вольняйте не вольняйте что хотите то и делайте я так сказать но я никогда не позволю чтобы издевались над сотрудниками полиции там еще еще кого-то издевались как это можно продолжать у пьяного судьи не забирать права ерунду немедленно отставить до рождения не понимает открыть огонь положить снег в грязь лицом все вызвать потом разбираться судья он не судья мне не показывал ничего милиции показал я посмотрел 900 вам рапортов напишу коллег своих что он мне показал только а кто там орет я не знаю поэтому это безобразие это никак нельзя комментировать это нужно прекращать безобразие как это пьяному нельзя отбирать и что прекратить противоправные действия нужно неважно кто президент вообще в идеальном государстве мы все равно это добьемся даже в отношении президента возбуждает дела уголовно-участковой жену побил там где-то в коттедже у себя участкового тут же разбудил и потом разбираться что-то президент а пока я по участковой я возбудил и дела направил там делайте что хотите вот это нормальное государство президент министр папа римский патриарх без разницы кто и вот мы будем к этому стремиться кто-то безобразие